Кабардино-Балкария В эфире радиожурнал «Зори Кавказа». Мы собираем всех вместе. Кабардино-Балкария 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 Встают над Кавказом лучистые зори, и жизнь расцветает, как солнечный май. И песню о дружбе от моря до моря поет наш орлинный ликующий край. И от края до края людям счастье дарят. Дружбы алые зори над крепками горят. Дружбы алые зори над крепками горят. Радиожурнал «Зори Кавказа». Программа подготовлена при участии всех филиалов Всероссийской государственной телерадиокомпании в Северокавказском федеральном округе. Вести Северный Кавказ С запада на восток В эфире Ставрополь. У микрофона Юлия Содикова. Здравствуйте. На прилавках крупных ритейлеров станет больше местных продуктов питания. Губернатор Ставрополя Владимир Владимиров провел рабочую встречу с вице-президентом Торгово-промышленной палаты России Еленой Дыбовой. Говорили о сотрудничестве и решении ряда экономических задач. Одна из них – расширение ассортимента ставропольской продукции на прилавках крупных торговых сетей. Помочь в этом может проект Торгово-промышленной палаты России «Агрозакачество», который направлен на поддержку местных производителей, расширение линейки товаров и увеличение их объемов на прилавках федеральных торговых сетей. Ставрополь войдет в шесть пилотных регионов страны, где будет реализован этот проект. Конный переход казаков Терского войска завершился соревнованиями, шермициями и показательной джигитовкой. Зрелищный праздник для жителей станицы Курской стал финалом казачьей экспедиции, посвященной 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне и 75-летию битвы за Северный Кавказ. В каждом населенном пункте по маршруту следования конники делали остановки у памятников и мемориалов воинам-освободителям. Конный переход прошел на Ставрополье во второй раз, и его главной целью было сохранение памяти о казаках, воевавших с фашистами в составе кавалерийских частей и формировании. Легенды были персидского мудреца, рассказали в Национальном парке Кисловодска. Таким образом, жители и гости города-курорта отметили 970-летие со дня рождения персидского философа и поэта Амара Хаяма. В храме воздуха распахнула дверь и литературная гостиная, ведущая в персидских национальных одеяниях. Мужчина в расшитом золотыми узорами халате с широким поясом. Женщина в национальном атласном платье с пестрым узором на головах тюбетики. Рубаи поэта звучали на четырех языках – русском, английском, немецком и языке Хаяма – фарсим. Вести Карачаева-Черкесия В Карачаево-Черкесии ведутся работы для создания постоянного лесного питомника общей площадью 5 гектаров на территории земель лесного фонда Ермоловского участкового лесничества. Питомник создается с целью выращивания посадочного стандартного материала хозяйственно-древесных пород деревьев, предназначенного для искусственного лесовосстановления. Кроме того, будет выращиваться посадочный материал для декоративного озеленения городов и районов Карачаева-Черкесии и соседних регионов. В столице республики открылась выставка «Наш Афон» греческого фотохудожника Асимиса Костаса, на которой представлены фотографии монастырей и храмов горы Афон. На масштабной фотовыставке представлено более 150 работ. На фотографиях изображена одна из самых почитаемых христианских святынь – Святая гора Афон. В своих работах Костас Асимис сумел раскрыть всю красоту и духовное богатство почитаемых верующими христианами святыни. Российские воздухоплаватели совершили первый в истории 100-километровый перелет на воздушных шарах над главным Кавказским хребтом, пролетев по воздушному пространству Карачаева-Черкесии от Домбая до селения Кичибалык. Рекордный беспосадочный пятичасовой перелет на трех воздушных шарах над главным Кавказским хребтом совершила команда «Аэронатс». Аэронатты долго и тщательно готовились к ответственному полету, начав осваивать Кавказский маршрут в прошлом году, перелетев хребет из Красной Поляны в Краснодарском крае в Адыгею. Умар Тикеев специально для радиожурнала «Зори Кавказа». Вести Кабардино-Балкария В Кабардино-Балкарии завершается сев яровых. По данным Министерства сельского хозяйства Республики, сельхозтоваропроизводителями посеяно в 2018 году свыше 225,5 тысяч гектаров яровых культур, в том числе яровые зерновые и зерновоповые, кормовые культуры, овощи, картофель и технические культуры. Предстоящая посевная компания продолжает обеспечиваться материально-техническими ресурсами, семенами, минеральными удобрениями, а также горюче-смазочными материалами и сельскохозяйственной техникой, что позволит завершить весеннеполевые работы в оптимальные агротехнические сроки. Посевную компанию планируется завершить в Республике в ближайшие два дня. Восьмой по счету слет юных дарований прошел в Баксанском районе Республики. Туда были приглашены победители, призеры, лауреаты районных, республиканских, региональных и всероссийских предметных олимпиад, интеллектуальных марафонов, смотров, конкурсов, научно-практических конференций, спортивных состязаний. Несмотря на юный возраст, ребята достигли замечательных высот. Благодаря уму, любознательности и стараниям они стали участниками юных дарований, но в этом есть и большая заслуга их родителей и учителей. На слете традиционно были определены лучшие образовательные учреждения в номинациях олимпиады, конкурсы, научно-практические конференции и спорт. Конечно же выбрали и лучшие образовательные учреждения, начальную школу детский сад и лучшие общеобразовательные учреждения, реализующие дошкольную образовательную программу. Мероприятие сопровождалось красочным концертом, подготовленным юными талантами Баксанского района. Светлана Афаунова специально для радиожурнала «Зори Кавказа». Вести. Северная Осетия. Разработка проекта «Стратегии социально-экономического развития Северной Осетии» завершена. Об этом сообщил на заседании Совета по экономике, инновациям и конкурентной политике глава Республики Вячеслав Бетаров. Теперь документ должен пройти согласование в правительстве и парламенте, а также общественные слушания. В инвестиционный портфель вошли 96 проектов общей стоимостью более 23 миллиардов рублей. В их числе проект по разведению «Форели», который реализует компания «Остров из Петербурга», а также приоритетная программа «Кластер свободной торговли и логистики» Республики Северная Осетия Алания. Глава Северной Осетии Вячеслав Бетаров встретился с известным пластическим хирургом Хасаном Баиевым и его командой врачей из разных уголков России и мира. В эти дни они проводят во Владикавказе масштабную благотворительную акцию «Операция «Улыбка» для детей Северной и Южной Осетии и всего Северного Кавказа». В рамках акции, которую именитые гости республики проводят не первый раз, около 60 ребят с врожденными челюстно-лицевыми патологиями и ожогами будут прооперированы в хирургическом корпусе Республиканской детской клинической больницы. Вячеслав Бетаров поблагодарил Хасана Жунидовича и приехавших с ним специалистов за проведение очередной благотворительной акции. Теперь десяткам маленьких пациентов врачи вернут самое дорогое – здоровье. В минувший четверг во всех общеобразовательных школах Осетии прозвенел последний звонок. К выпускникам обратился глава Республики Вячеслав Бетаров и пожелал им удачи во всех начинаниях, а также громких побед и выдающихся достижений на благо родной республики. Он отметил, что в Северной Осетии 29 учреждений профессионального образования, в том числе 6 вузов, 23 техникума и профессионально-технических училища, двери которых открыты для желающих получить нужную профессию. Будьте достойными младшими ваших старших, следуйте их советам, цените их опыт. Но помните, будущее Осетии всецело принадлежит вам. Именно вам решать, какой будет наша республика, каким будет облик вашего родного города, насколько улучшится наша жизнь, добавил Вячеслав Бетаров. Зарема Джекаева для радиожурнала «Зори Кавказа». Вести Ингушетия Мэр Магаса принял участие в работе форума «Северный Кавказ. Пространственное развитие и человеческий капитал». Он проходит в Пятигорске в рамках дискуссии на тему «Пространственный рост. Будущее городов». Беслан Цычоев выступил с докладом под названием «Инновационные решения в создании комфортной городской среды». Собравшимся был представлен обзор лучших реализованных муниципальных проектов, позволяющих создать комфортную городскую среду. Особая гордость – это остановочные павильоны, оборудованные специальными экранами, которые позволяют отправить текстовое видео или аудиообращение напрямую к главе города. Первые в России терминалы по сбору одежды и игрушек для малоимущих, зонт ожидания для пешеходов, велокэбы, эко-терминал со специальной системой приема люминесцентных и энергосберегающих ламп, термометров и батареек, умные скамейки со встроенным Wi-Fi-модулем, электронная библиотека, телефонная будка, оборудованная Wi-Fi и USB-разъемами для подзарядки гаджетов, встроенной кнопкой вызова такси, определяющей местоположение по геолокации. Мэр Магас рассказал также о ближайших планах, в том числе по установке мусорных баков на солнечных батареях и запуске суперсовременного трамвая. «Умный город» – это не перспектива будущего, это сегодняшняя реальность, которая требует лишь заинтересованности в использовании инновационных решений при создании комфортных условий для жителей и гостей города, отметил в своем выступлении Беслан Цычуев. Творческая делегация из Ингушетии представила обширную культурную программу в рамках международного форума «Русские сезоны» на международном фестивале «Летний сад искусств», прошедшем в итальянском городе Бари. Алаудин Исмурзиев, Лемон Альгиева, Рак Даханиева и коллектив Государственного ансамбля народного танца Ингушетия представили лучшие танцевальные и песенные композиции, познакомив жителей Италии с уникальными обычаями, традициями и культурным наследием нашего народа. В числе зрителей были представители посольства, центра кинофестивалей и международных программ группы «Россия. Исламский мир» и клуба «Друзья России», а также правнучка Льва Николаевича Толстого, проживающая в Риме и специально приехавшая в город Бари на концерт нашей творческой группы. Марта Альбертини выразила желание посетить Ингушетию. Команда из Ингушетии примет участие в восьмом международном открытом турнире по плаванию среди инвалидов с ДЦП, с нарушением опорно-двигательного аппарата и инвалидов по слуху, а также глухих. Соревнования пройдут в Волгодонске и будут проходить в бассейне «Нептун». Ингушетию на соревнованиях представят 9 спортсменов, чье участие стало возможным благодаря поддержке Министерства спорта России, Ингушского регионального отделения Федерации спорта слепых и Минспорта Ингушетии. Наша сборная уже прибыла в Волгодонск и приступила к тренировкам. В соревнованиях примет участие, но не в составе нашей команды, еще один уроженец – это 14-кратный чемпион России и многих международных турниров Магомед Холухаев. Он будет представлять на соревнованиях город Волгодонск, где в настоящее время живет и учится в школе-интернате. В торжественной обстановке в столетии Чеченской Республики состоялось открытие грузинского дельфинария. Участие в мероприятии принял и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Подобный объект единственный на Северном Кавказе. По словам Рамзана Кадырова, открытие дельфинария стало настоящим праздником как для детей, так и для взрослых. Комплекс позволил трудоустроить до 300 человек. Здесь создана оздоровительная клиника, в которой будут проводить дельфинатерапию для реабилитации детей с психоэмоциональными расстройствами. Грузинский дельфинарий построен в форме ракушки. Включает в себя 8 бассейнов для тренировок и отдыха животных. Наблюдать за водными представлениями могут одновременно 665 человек. В центре композиции установлен экран диагональю 12 метров. Среди обитателей дельфинарии 4 дельфина, северный морской котики и южноамериканский морской лев. Нулевой и первый этажи комплекса отведены под развлекательный центр с детскими аттракционами. На территории объекта имеется конопарковый клуб «Сер-1», школа верховой езды, прокат лошадей, гостиница на 15 номеров, этнодеревня на 10 домиков, первый контактный зоопарк в Чеченской Республике, площадка для ворк-аута, парк динозавров «Дина-юрт», парк аттракционов, пруд-ресторан на воде, театр юного зрителя на 94 места и актерская школа. Презентации Чеченской Республики для представителей туристской индустрии и болельщиков, которые приобрели билеты на матчи чемпионата мира 2018 по футболу, прошли в городах Саудовской Аравии, Джиди и Эрияде. На туристическую выставку местные туроператоры пригласили представителей визит Чечня для проведения локальных презентаций. По словам директора Республиканского туристического агентства Тур-Экспо Элины Батаевой, гости выставки открыли для себя новый регион в России, о котором они прежде не слышали и хотят посетить, так как во время чемпионата мира 2018 будет целых 50 дней свободного времени для перемещения по стране без визы. Камила Сайханова специально для радиожурнала «Зори Кавказа». Вести Дагестан В Дагестане побывал временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Александр Ус. В беседе с журналистами он сообщил, что в рамках рабочей поездки обсуждены перспективы расширения взаимосвязей, в том числе деловых, между обоими регионами. Казахстан и Дагестан обсудили планы по запуску парома между городами-побратимами Махачкала-Актау. Вопрос открытия сообщения был обсужден в рамках визита дагестанской делегации в Казахстан и официальной встречи с Акимом города Актау Галымжаном Ниязовым. Под руководством премьер-министра Дагестана состоялось совещание по вопросам «Ликвидация последствий ливневых дождей в Акушинском и Левашинском районах». Артем Сдунов подчеркнул, что необходимо взаимодействовать с муниципальными образованиями по оказанию всесторонней помощи в ликвидации последствий стихии. Сегодня Махачкале Министерство по делам молодежи проводит семинар-практикум для специалистов по работе с молодежью. В рамках семинара организован обмен опытом по объединению усилий органов государственной и муниципальной власти, общественных организаций в стремлении к модернизации и оптимизации их деятельности на территории муниципальных образований региона. Федеральный тренер из Санкт-Петербурга Георгий Чижов проводит для участников интерактивную деловую игру. Бедернися Гусейнова для радиожурнала «Зори Кавказа». Радиожурнал «Зори Кавказа». Уже на следующей неделе выпускники школ приступят к сдаче единого госэкзамена. К нему готовятся выпускники школ, учителя и организаторы. Вместе со школьниками эмоционально настраиваются и родители. О своих переживаниях они рассказали на Республиканском родительском собрании в Министерстве образования и науки Дагестана. Детали и наболевшие вопросы предстоящих испытаний записала корреспондент ГТРК «Дагестан» Патимата Ахмедилова. Единый госэкзамен обязателен к проведению с 2009 года. С каждым разом организаторы стараются улучшить качество его проведения, а выпускники набраться побольше знаний и показать свой лучший результат. В погоне за ним родители нанимают репетиторов, в школах расширяют базу. Но нельзя забывать и об эмоциональной составляющей. Психологический настрой школьников имеет большое значение. Поддержать своих детей призвала и министр образования Уму Пазиль Амарова. Нам надо работать сначала с родителями, а родители со своими детьми. Потом психологи с выпускниками. Им действительно очень сложно. Сложный период. ЕГЭ. Непростая абсолютно вещь. И уже сколько лет, и все равно ребята волнуются, они знают, что с этим связано их поступление в ВУЗы. В этом году сдавать ЕГЭ будут более 12 тысяч выпускников. Нововведений касательно детей нет, отметил замминистра образования и науки Ширали Алиев. Но есть относительно организации экзаменов. Всего в республике будет 68 пунктов проведения экзаменов. Единые пороговые баллы для поступления в ВУЗы уже третий год не изменяются. Но при этом аттестат об окончании школы можно получить и при меньших баллах. Для того, чтобы получить аттестат по русскому языку, достаточно получить 24 балла. Тогда как для того, чтобы подать документы в ВУЗ, иметь такое право, нужно получить по русскому языку не менее 36 баллов для участия в конкурсе. При этом организаторы отмечают, что с каждым годом уровень знаний у выпускников повышается. Стараются школьники, учителя и их родители. Все понимают, чем лучше показатели на экзамене, тем больше возможностей у ученика в выборе ВУЗа, а может и профессии. Учителя уже вынуждены для себя принимать решения, заниматься самообразованием, повышением кваликации, давать качественные знания или уходить со школы. И поэтому у нас динамика пошла по улучшению среднего балла в конечном итоге. И опять-таки с года в год, когда дети и родители, и педагоги убеждаются, что мы не даем слабинку по обеспечению порядка проведения ЕГЭ, она уже становится системным и, соответственно, обеспечит тот результат, который мы имеем сегодня. На собрании прозвучало много вопросов от родителей, касательно образования в целом, проведения экзамена, состава апелляционной комиссии и многом другом. Организаторы ответили на каждое, и при необходимости предложили обращаться на горячую линию Министерства образования. Академия наук Чеченской Республики в ближайшем будущем выпустит второе издание «Красной книги». Корреспондент ГТРК «Войнах Асланбек» Атуев выяснял подробности. По мнению экспертов ООН, в 21 веке вода станет основным ресурсом планеты, а важнейшим условием сохранения водного бассейна Земли играет биомасса, в первую очередь деревья. Природа борется за свою флору и фауну, за каждый лепесток или вид животных. Чтобы помочь ей, в этой борьбе создаются заповедники, заказники, также «Красные книги». В Академии наук Чеченской Республики началась подготовка ко второму изданию книги, куда будут занесены реликтовые деревья и другие растения Чечни, которых, по словам доктора биологического наука, профессора Мухади Умарова, на планете больше нет. Мы очень много ездили по разным районам республики, изучая флору, фауну, растительный животный мир и одновременно фиксировали то, что мы наблюдаем в природе. В первую очередь обращаем внимание на те виды, которые занесены в «Красную книгу». И, конечно, на другие виды, которые, может быть, не были включены в первое издание, но в перспективе, возможно, будут включены. То есть эта работа велась в течение нескольких лет, и постепенно накапливался материал. Планируется обычно так, через 10 лет издавать вторую «Красную книгу». Вот у нас как раз 10 лет прошло. Мы ожидаем, что, может быть, в 2019 или, может быть, в 2020 году будет начата работа над вторым изданием «Красной книги». Сейчас активно работают и ботаники, и зоологи. Самая неизученная часть флоры находится в высокогорной части Чеченской республики. Там, вдали от чужих глаз, природа прячет свои уникальные по свойствам растения. Их предстоит еще изучить и сохранить для потомков, говорит Мухадзи Умаров. Например, лютик Тибулоский. Есть гора Тибулос-Мта, вот только там растет этот вид. У нас в Чечне, в Дагестане даже его нет, в других соседних территориях нет. Есть такой желтушник приснежный, тоже только там растет. Есть, например, вавилово, как называется, горный горох. Вавиловия красивая или прекрасная, из бобовых растений, очень перспективная для, может быть, для селекции. Это горный горох, который растет на высоте почти 3000 метров таких трудных условий. В республике где-то примерно 5 или 6 видов эндемичных, которые в других местах отсутствуют. А может быть, еще и больше, потому что горные районы очень слабо изучены. Я думаю, что, наверное, есть виды, которые являются уникальными для нашей территории и, может быть, отсутствующие на других территориях. Есть такой вид, который в Чечне растет в одной точке и в Дагестане больше нигде нет. То есть эндем восточного Кавказа. Чтобы вот это окончательно выяснить, нужно детально обследовать высокогорные районы, особенно скальные, осыпные места. Вот субневальные зоны, которые временами снег лежит там, но большей частью, может быть, снега нет летом, допустим. Вот в этой зоне много интересных видов. И на скалах, на осыпях много видов. Поэтому на Кавказе, вообще-то, который считается одним из самых богатых территорий планеты по количеству видов Чечня, не является исключением. Я думаю, что наибольшее число таких интересных эндемичных видов будет сосредоточено именно на высокогорьях наших. Поэтому там надо проводить детальные исследования. И вот как раз заповедная территория, Аргунский историко-архитектурный природный музей-заповедник, вот там эти виды, наиболее интересные виды, там, я думаю, сосредоточены. И там надо особенно детально проводить исследования. Беречь природу, преумножать ее богатство – обязанность каждого человека. Ученые, биологи лучше всех понимают значение каждого вида для комфортного существования общества. Для них исчезновение каждого вида – это невосполнимая утрата. Тем более, что в наше время скорость, с которой исчезают множество видов, флоры и фауны, стала намного выше. Это должно заставить человека более пристально заняться природоохранной деятельностью. Радио-журнал «Зори Кавказа» Воссоздать в Пятигорске легендарную Константиногорскую крепость. Такую задачу поставили перед собой терские казаки четыре года назад. На эти цели они несколько раз получали грантовую поддержку на форуме «Машук». Средства небольшие, но сделать удалось немало. А в прошлом году, после получения гранта в размере 2,5 миллионов рублей, появилась уверенность, что проект будет реализован в ближайшее время. Однако, сегодня строительство на мертвой точке. Почему, разбиралась корреспондент ГТРК «Ставрополье» Татьяна Рубан. Пятигорск берет начало с Константиногорской крепости. В 18 веке она выполняла важную военную миссию в системе Азова-Мостокской линии. Мы с атаманом Пятигорского городского казачьего общества Максимом Фатькиным на территории будущего историко-культурного объекта. То, что вы видите, это воссозданный, реконструированный фортификационный контур Константиногорской крепости. И вот 130-метровый вал в виде двух углов, рвов, двух бастионов. У нас это получилось сделать. Остальные постройки уже будут внутри. И начнем мы со строительства полковой церкви. Пока на территории только конюшня. Из чего все началось, это благодаря владыке Феофилакту. Он подарил своего жеребца нам. Сегодня у нас уже 11 своих лошадей. А вот в воскресенье мы вернулись. Это второй уже был конный пробег, который устраивает войско терское. В этот раз мы даже и наши казачаты принимали участие в джигитовке, в рубке шашков, все с коня. Не случайно речь зашла о казачатах. По большому счету это для них воспроизводится старина. Летом ребята не просто проводят здесь время, питывая дух истории, убеждаются в том, что сила воли плюс физическая подготовка – это то, что нужно верным сынам отчизны. Весь год мечтают о том, чтобы снова попасть сюда. Мне нравится общество, то, что мы живем в палатках, бегаем с автоматами, в разгрузках, разбираем, собираем автоматы, бегаем в горы. Мне больше всего в лагере нравится работать, то, что мы копаем окопы, стреляем за лука, играем в зорницу. Мы работаем всегда группой, мы играем в лазертаки. И вот теперь оказалось, что казаки самовольно хозяйничают на муниципальной земле. Действительно, участок за ними не закреплен, потому что до 2017 года краевой закон о казачестве противоречил федеральному формулировке о предоставлении реестровым казачьим общинам земельных участков без торгов и аукционов. В нем шла речь только о сельских казачьих общинах. При поддержке Думы Пятигорска и краевых депутатов Терцам удалось добиться внесения изменений в соответствующую статью краевого закона. Но, видимо, опоздали. Вот что написано в официальном ответе городской администрации на письмо пятигорских казаков с просьбой закрепить за ними участок земли, где воссоздается Константиногорская крепость. Вот письмо. Суть такая. И спрашиваем вами земельный участок. В соответствии с генеральным планом развития города Пятигорска до 2030 года, откроет состав земельного участка, сформированного для перспективного жилищного строительства, 5-6 микрорайонов. И вообще оснований для предоставления земельного участка казачьему обществу нет. Историки и краеведы с таким утверждением не согласны. Вот что сказал директор Пятигорского краеведческого музея Сергей Савенко. Мы готовы сделать историческое обоснование, готовы выступить на любом уровне, в любых средствах массовой информации с целью подчеркивания телесообразности и социально-культурной значимости этого проекта. До недавнего времени федеральный грант в размере 2,5 миллионов рублей казался казакам небывалой удачей. Но если до конца нынешнего года не удастся освоить эти средства, на идее воссоздания Константиногорской крепости впору поставить крест. Радиожурнал Зори Кавказа Первый парк развлечений появится в Ингушетии очень скоро. Подробнее в сюжете корреспондента ГТРК Ингушетия Мадины Хадзиевой. Строительство первого в республике аквапарка ведется в Носеркорском округе Назрани, рядом с Ледним амфитеатром. Круглогодичный павильон в силе хай-тек будет представлять собой гигантскую летающую тарелку. Это огромный развлекательный комплекс для детей и взрослых, не имеющих аналогов в Северо-Кавказском федеральном округе, с пропускной способностью 600 тысяч человек в год. Объект возводится по федеральной целевой программе развития внутреннего и вездного туризма и строится на средства частного инвестора. Строительство объекта инвестирует компания «Водный мир». Общая площадь развлекательного комплекса составит свыше 2000 квадратных метров. Водные аттракционы строятся с использованием высоких технологий. Качество у нас на первом месте. Прежде чем приобрести тот или иной материал, мы его тщательно проверяем, сказал Аслан Асканов. По его словам, оборудование премиум-класса закупается не только в России, но и в других странах мира. На данный момент мы на отметке 40% строительных мощностей. Сейчас на этапе закупки основного оборудования по водоподготовке. К нами уже приобретены и изготовлены горки для аттракционов. Находятся они сейчас в стране производителя, это Польша. У нас используется в основном все оборудование премиум-класса производства. Это Италия, Япония, Германия. Возведением данного объекта занимается подрядная организация «Экострой». Сегодня здесь работают несколько бригад из разных регионов России. Это специалисты, уже давно и хорошо зарекомендовавшие себя на рынке труда. У нас задействованы бригады из Пятигорска, это фирма «Босу». Они делают литражи и панели, сэндвич-панели устанавливают. Также сварочная бригада у нас, это Северная Осетия бригада. Также работают с Грозного фирма, работает город-мастеров. Они нам делают полы в нижу, в цокольном этаже. Перед тем, как привлечь специалистов или фирму, мы заранее проверяем ту работу, которую делали на других объектах. Выезжаем, хоть есть даже на нашей территории, выезжаем на территории соседних регионов или других, где они делали подобные работы, проверяем их качество, применяемые материалы, качество материалов. Материалы у нас имеют все, то, что мы применяем, материалы, они с сертификаторами качества. Все сварщики, которые работают на данном объекте, имеют личное клеймо. Так что за качество и за это мы отвечаем. Согласно проекту знаний аквапарка предусмотрен тренажерные залы, кинозалы, детские аттракционы, зону фудкорта. А на территории перед комплексом будет обустроена парковая зона и детская площадка. Строительство объекта планируется завершить уже в конце текущего года. Радиожурнал «Зори Кавказа». В Доме культуры Аула Хабес прошел фестиваль Всероссийского общества слепых «Хоровые ассамблеи». Для участия во Всероссийском фестивале в республику прибыли лучшие коллективы из Краснодара, Славянска-на-Кубани, Армавира и Адыгеи. Чем артисты удивляли жюри и зрителей в материале корреспондента ГТРК «Карачаева-Черкесия» Альбины Охтовой. Фестиваль проводится раз в два года согласно программе Всероссийских социокультурных мероприятий, включенных в проект программы ВОЗ реабилитации инвалидов по зрению на 2018 год. Старт мероприятию приветственной речью дал полномочный представитель президента Всероссийского общества слепых по Северокавказскому федеральному округу, председатель Карачаева-Черкесской общественной организации «Общество слепых» Сергей Дубовик. Хоровое пение, по его мнению, древнейший международный вид искусства всех людей, проживающих на нашей планете. Мы радуемся и гордимся коллективами, которые выступают на Всероссийских фестивалях и отлично поют, сохраняя традиции, добавил Дубовик. Всероссийский фестиваль «Хоровые ассамблеи Всероссийского общества слепых» проводится раз в два года в разных регионах России. Мы участвовали неоднократно в Геленджике, участвовали в Краснодаре. Фестивали как раз проводятся, во всяком случае отбираются лучшие хоры в России, и потом уже завершающий этап хоровых ассамблей проводится уже с лучшими коллективами. Поэтому неоднократно мы просили и приглашали все коллективы к нам. Ну вот они смогли найти время, возможности, приехали, порадовали. Ну и будет все замечательно, потому что это древнейший вид искусства, и хотелось бы, чтобы все-таки мы оставили его, привили нашим поколениям будущим. Регионы приехали, значит, Адыгея, приехал коллектив, приехал Армавир, коллектив хоровой, приехал Краснодар, наша Карачаева Черкесия, Славянск на Кубани. Вообще должны были участвовать 9 коллективов, к сожалению, финансовые трудности с Якутией не смогли приехать, потому что это около миллиона будет стоимость дороги. Значит, с Волгограда у них руководитель заболел, Брянск, Смоленск. Ну вот 9 коллективов должны были участвовать, но, к сожалению, не всегда у нас получается, что мы планируем. От имени главы администрации Хабецкого района Беслана Байчорова приветствовал участников фестиваля его заместитель Эристем Жужуев. Он отметил, что большая честь для района принимать Всероссийский фестиваль на своей территории. Российский народ пел всегда, и в радости, и в горе, в праздники, и в будни, на работе и отдыхе, на полях сражений и в торжественные дни. Любил и умел петь. Это было естественным содержанием нашей природы, нашей внутренней потребности. По словам председателя Республиканской общественной организации Общества слепых Сергея Дубовика, определять победителя среди конкурсантов будет судейская коллегия, в состав которой вошли именитые вокалисты и артисты, лауреаты престижных международных конкурсов. Жюри у нас достаточно. Это заслуженные артисты России, международных конкурсов. Компетентные жюри мы как раз пригласили всех, жалеть мы не будем. Мы с ними беседовали, что хотелось бы все-таки оценить каждый хор по достоинству. Своё вокальное мастерство зрителям продемонстрировали пять лучших хоровых коллективов Всероссийского общества слепых. Участники фестиваля представили ряд сложных композиций в соответствии с регламентом, предварительно переданным им. В рамках двух туров фестиваля прозвучали духовные произведения, русские народные песни, произведения национальных композиторов, а также песни по выбору руководителей хоровых коллективов. Трогательные, лиричные и зажигательные композиции никого в зрительном зале не оставили равнодушным, подтверждением чего были бурные и продолжительные овации. Хор у Карачаева Черкесской Республики, по словам Сергея Дубовика, без малого 70 лет, с перерывом на несколько лет. Но с 1995 года хор выступает на всех всероссийских конкурсах и занимает призовые места. Во Всероссийском обществе слепых у нас было предприятие, черкесское предприятие, учебно-производственное предприятие Всероссийского общества слепых. Хор практически ему уже лет 70, и в свое время он достаточно активно выступал. Были руководители слепые, и хореограф, и музыканты были, и хормейстер. И практически он продолжает успешно участвовать. Занимает первые места во всероссийских фестивалях. Занимали в Волгограде, и в Краснодаре вторые, и третьи места. Ну, считается, один из лучших. Мы участвовали как раз к юбилею, ко Дню Победы. Ездили в Москву. Примечательно, что любовь к музыке объединила на сцене конкурсантов самых разных профессий и возрастов. Так, если самый юный участник фестиваля едва справил совершеннолетие, то самый старший приближался к празднованию своего векового юбилея. Коллективом была представлена максимальная возможность для самореализации в рамках концертной программы фестиваля. Радиожурнал «Зори Кавказа». Завершился очередной учебный год. В минувший четверг в школах республики прозвенел последний звонок. И учителя в очередной раз проводили во взрослую жизнь ставших за 10 лет родными мальчишек и девчонок. У многих любовь к школьным учителям сохраняется на всю жизнь. И очень часто она бывает взаимной. В обычной общеобразовательной школе Станицы Архонской в Северной Осетии работает необычный учитель. Много лет Николай Скрипец преподает историю школьникам, при этом не видит их. В его руке никогда не было указки. Любовь к детям и к работе – главный инструмент успеха. Накануне последнего звонка в Архонской школе побывала корреспондент ГТРК Алания Роза Камбулова. После такого шумного приветствия учителю Николаю Скрипец и перекличку делать не нужно. Он слышит каждого своего ученика, но, к сожалению, не видит. Это не мешает Николаю Владимировичу быть одним из самых активных педагогов в школе. Он не делит детей по способностям, не рюгает ЕГЭ и современную молодежь. Он просто ведет урок по своей методике. Нужно быть таким, с ними менторским тоном разговаривать. Нужно быть старшим товарищем. Я чувствую, что где-то кто-то делает что-то не так. Это одно. А потом все 40 минут одним и тем же заниматься нельзя. Нужно разнообразить работу. Тогда и усталости будет меньше. Конечно, если будешь монотонно рассказывать им, а не слушать этого, ну, от силы 10 минут 15. Это 15, то хорошо. А надо разнообразить формы работы с ними. И тогда результат будет. Результат – это когда почти 90% учеников выбирают для сдачи ЕГЭ общество знание и историю, которые преподает Николай Скрипец, и набирают стабильно высокие баллы. Результат – это когда школьники спешат на урок и хотят поделиться сокровенным. Своих учеников он может узнать и много лет спустя. По голосу, рукопожатию, не говоря уже о тех, которых ведет занятие сейчас. Я пользовался около полгода одними тем же духами. И он по запаху, я проходил по коридору, он говорит, о, Агеев идет, стой. Я такой, здравствуйте, Николай Владимирович. Поздоровался, поговорил с ним, и так он меня узнавал. Также он может описать ученика. Уроки Николай Владимирович ведет вместе с лаборантом Викторией Юрлышко. Она готовит по его заданиям презентации, ведет журнал, работает с картами. Говорит, Николай Владимирович буквально чувствует каждого в классе. Помнит оценки и уже в уме вычисляет итоговые. По голосу, по шороху, он все их, вот, все их по фамилии знают, кто что натворил во время урока. Кто достал телефон во время урока, он это все говорит. Ты, допустим, Габараев достал телефон, убери. Иногда мне даже говорили замечания. Ты не увидела, что он достал. То, что со стороны кажется удивительным, для учеников этой школы уже привычное. Они знают, что их педагог особенный. Он учит воспринимать этот мир со всеми его возможностями и обстоятельствами. Учит защищать свою позицию, смотреть на жизнь глубже, чем предполагает книжный материал. Мы можем поспорить с ним на разные темы, и это происходит очень легко. То есть он приемлет разные точки в мире? Да, с ним очень легко общаться, и нам очень нравится обсуждать с ним темы. И он контактирует с нами, задает нам вопросы и спрашивает наше мнение. И это очень, ну, нам это очень нравится. Уже завтра ученики исполняют прощальный школьный вальс. Дальше экзамены, поступление в вузы. Что-то сотрется из памяти, а что-то навсегда останется в ней. Первая любовь, родной класс и учитель, который может узнать себя по голосу и рукопожатию. Радио-журнал «Зори Кавказа». Сходит с ума весенний ветер. Теплыми ночами ты на главный вопрос ответил. Школа за плечами. День воспоминаний полон. Все друзья с тобою. Чувствуешь и знаешь, что у тебя за спиною. Последний звонок. Простые слезы. Взрослая жизнь свернила школьные грезы. Немножко грустно. Немножко волнуешься ты. Последний звонок. Простые слезы. Учителям мы дарим розы. Все-таки сложно. Ни годы, ни два забыть. Знаешь, понимаешь, видишь. Все, кто был с тобою, Разбегутся друг от друга. Новый мир откроют все сданы учебники. Фото ты снимаешь. Первые каникулы. Ты по всем скучаешь. Последний звонок. Простые слезы. Взрослая жизнь свернила школьные грезы. Немножко грустно. Немножко волнуешься ты. Последний звонок. Простые слезы. Учителям мы дарим розы. Все-таки сложно. Ни годы, ни два забыть. Последний звонок. Простые слезы. Простые слезы. Взрослая жизнь свернила школьные грезы. Немножко грустно. Немножко волнуешься ты. Последний звонок. Простые слезы. Учителям мы дарим розы. И все-таки школа. Мы будем тебя любить. Мы будем тебя любить. Мы будем тебя любить. Мы будем тебя любить. Радиожурнал «Зори Кавказа». Очередной выпуск радиожурнала «Зори Кавказа» подошел к концу. С пожеланиями солнечных и радостных дней мы прощаемся с вами. Мира и благополучия всем. А юношам и девушкам, стоящим на пороге взрослой жизни, светлых и гладких дорог. Услышимся ровно через неделю. Здравствуйте. В эфире радио «Алания» и на волне Патронагор с вами и над солнечным Дагестаном, как обычно, радио Кабардино-Балкарии приветствует весь Кавказ. Прибрусье огромный звук. И сердце Чечни призывает назад добра и мира вам. Говори радио «Ингушетия». Высокогорный юг и равния. Карачаево-Черкесия. Край горных вершин и бедовых водопадов. Примите наш привет в эфире «Ставрополье». Радиожурнал «Зори Кавказа». Мы собираем всех вместе.